Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Могут оказаться за решеткой на срок до двух лет за поделку документов и нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Для покупателей срок до одного года. Также возможны ограничения свободы или исправительные работы. А если владелец фальшивого кода заболеет сам и заразит окружающих, то получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. Программа Экономика. Губернатор обсудил бюджет с фракциями ОЗС и депутаты смогли озвучить предложения по направлениям расходов казны. Это пока непривычный формат для региона. Обычно бюджет депутаты обсуждают в формате комитетов ОЗС и руководство региона в этом не участвует. Среди предложений от парламентариев предусмотреть в бюджете расходы на газификацию региона, на обеспечение питьевой водой ряда населенных пунктов, на строительство образовательного центра на территории Ковату и на школу в Котельниче. Губернатор пообещал рассмотреть предложения по возможности включить их в проект бюджета ко второму чтению. Бюджет региона в следующем году будет превышать 75 миллиардов рублей. Такой суммы регион еще никогда не распоряжался. Правда, это в два с половиной раза меньше, чем у соседнего Пермского края. Но зато примерно столько же, сколько у Чувашии, почти в два раза больше, чем у Мариэл. Далее информация от наших партнеров. Свободные деньги могут не лежать в банке, а работать. Приобрести автомобиль, передать его в управление для сдачи в такси. Такой вариант предлагает кировская компания «Пулоспарк». Все вопросы с обслуживанием решит она. Владельцу машины останется только раз в год заботиться о страховке и уплате налогов. Как высчитывается доход для каждого партнера и как регулярно выплачивается? На эти вопросы отвечает основатель «Пулоспарк» Олег Юдин. Так как мы работаем по системе пулов, собственник получает одинаковую сумму дохода со всеми, независимо от того, ездил автомобиль или простаивал по любой причине. То есть мы сдаем автомобиль в аренду общим валом, со всего денежного оборота вычитаем расходы на обслуживание, только после вычета всех расходов берем свою комиссию за управление в размере 20%, а весь доход распределяем равными частями между каждым автомобилем и раз в месяц переводим деньги собственникам. За последние два года доход наших партнеров составляет от 26 до 30 тысяч рублей в месяц. «Пулоспарк» обеспечивает прозрачность для партнеров, показывает все расчеты и даже заранее может спрогнозировать суммы и ваши риски. Заходите на сайт доходkirov.ru за подробностями и звоните 73-74-11, если нужна консультация. А если вы водитель и хотите в аренду автомобиль взять, то для вас тоже номер 73-74-11. В завершении о валютах доллар сегодня 72 рубля в 82 копейки, официальный евро 82 рубля 36 копеек. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM Программа «Экономика» на 101FM Продолжение следует...